Вероника Дубравная Парочка совсем маленьких, покрупнее Вот какая красота получается Готовым, вышитым Здравствуйте все! Сегодня я хочу с вами поделиться радостью Недавно я была впервые в жизни В совершенно замечательном, удивительном городе В Смоленске И там, наверное, в самом красивом месте Этого города, на Соборной горе Опустив глаза вниз, я вдруг увидела Совершенно потрясающее разнотравье Цветы были разных форм, разного цвета Разного размера И я решила, что опознала только одни из них Но это уж не забудки И уверенной в своей правоте Я поделилась фотографией со своими читателями На что мне ответили Что это вовсе не незабудки А Вероника Я стала удивленно Рассматривать фотографию Поподробнее Потому что Веронику мы с вами вышивали Это было первое растение Из цикла Женские имена в ботанике Вот так она выглядела Метельчатое соцветие Ничего общего с незабудками нет С маленькими голубыми цветочками А оказалось, что да Это действительно Вероника Вероника дубравная И сегодня мы с вами будем вышивать ее В чем характерная особенность этой Вероники У нее стебли Которые называют опушенными И вот для того, чтобы передать эту особенность Я решила использовать шерстяную нитку Конечно, стебель Вероники Не совсем такого цвета Ну или совсем не такого Он очень сложного цвета Коричневато-розовато-серовато-зеленоватого Какого-то такого Но я решила, что вот эта нить тоже подойдет Она состоит Она толстая И состоит из трех отдельных ниточек Для того, чтобы изобразить стебель Я эту нить разделю У меня получатся две основные нити Ну и одна на всякий случай Вдруг пригодится И начну, как и в прошлый раз Я с небольшой такой схемы Так как природа не терпит прямых линий Стебель у нас будет изогнутый В верхней части Получится несколько бутонов У нас будет распущенный цветок Который я изображу Схематично, опять же, кружочком И отличительная часть Вероники Дубравной Заключается в листьях Листья у нее почти треугольные Почти вот так выглядят И они попарно собраны То есть напротив одного треугольного листа Есть еще один А между ними могут быть парочка совсем маленьких Вот так выглядит растение В моем представлении И сейчас я уложу стебель Не буду вводить наизнанку Проложу его просто по лицевой стороне И закреплю стежками Как вы помните, такой прием называется Каучинг Иногда говорят румынский каучинг Стежки я буду укладывать ниткой Таким образом, чтобы они вливались Вот в эти Повороты, что ли, нити Не знаю, как сказать Чтобы их было как можно менее заметно Вот так, под углом Для чего мне понадобилось разделять шерстяную нить? Ну, во-первых, потому что Она действительно очень толстая И слишком мощный получится стебель Для такого изящного растения А во-вторых Я вот это вот Разделение Могу использовать в своих целях Я этот стебелек могу закрепить В разные стороны Так, чтобы у меня получились Стебельки для Нераспустившихся цветков Это во-первых Во-вторых Не знаю, в каких И в-третьих Таким образом У меня получится Достоверно передать То, что стебель К верхушке Становится более тонким Предлагаю начать С самого простого И самого веселого Я возьму сейчас Зеленую ленту Шириной 6 мм И на верхушке Стебля На верхушке растения Я вышью Совсем Нераспустившиеся бутончики Совсем маленькие Они зелененькие Маленькие Очень изящные Можно использовать Совершенно разные Техники Вот я сейчас Буду делать Микроскопические Ленточные стежки Если бы у меня Была лента Шириной 4 мм То есть Еще более узкая Я могла бы Сделать и прямые стежки А здесь Мне хочется Чтобы еще больше Заострились стежки И чтобы эти Бутончики Были похожи На Некие семена Такие Обратите внимание Если иголка Не хочет проходить С лентой Сквозь ткань Я ее покручиваю Немного ниже Я сделаю так Я скручу ленточку Достаточно сильно И сделаю опять же Короткий Скрученный стежок Очень короткий Туго подкручу Чтобы как можно Уже у меня был Этот стежок Вернусь В первую точку Выхода ленточки И повторю действие Опять Очень туго Скручу И чуть-чуть На расстоянии Сделаю второй стежок У меня получится Вот такие Такой Расходящиеся Два стежка А здесь Наоборот Здесь я постараюсь Сделать широкий Стежок Ленточный Мостиком Широкий Таким образом Я подготовлюсь К новому Этапу вышивки Сейчас Вот эту зеленую ленту Я обрежу И закреплю Для того Чтобы вышить Полу Распустившиеся цветы Я возьму Ленту голубого цвета И очень узкую Шириной 4 миллиметра Как мы с вами Теперь знаем Бывают гораздо Более узкие Ленточки Но вот в данном Случае Я решила Использовать Такую Вот здесь Где я вышила Расходящиеся Два зеленых стежка Я Выведу ленточку Между ними И сделаю Два боковых Ленточных стежка Возле кромки Первый стежок У меня будет Кончаться Возле Правой кромки А второй Я его сейчас Вышью Чуть-чуть Короче Будет кончаться Возле левой кромки Вот такой Получится Один бутончик Очень интересный Полу Распустившийся А чтобы вышить Второй бутон Я проколю Вот этот вот Широкий Зеленый стежок Где-нибудь Примерно По центру И бутон Уже будет Выглядеть Иначе И вышью Я по-другому Этот бутон Сейчас я Вернусь В то же самое Отверстие Сквозь зеленую Ленту Зеленый стежок По изнанке Проведу стежок И сделаю Вот так Уложу Ленточку Под Иглой И еще раз Уложу Ленточку Под Иглой Вот так У меня получится Уже Гораздо Более Готовый Распуститься Цветок Покрупнее И очень хорошо Что я вышила Отходящий В сторону Стебель Для Цветка Сейчас Я на нем Вышью Еще один Полу Распустившийся Цветок В другом Ракурсе В боковом Я буду Выполнять Ленточные Стежки И укладывать Их Вплотную Друг К другу Два Рядом Еще один Вверх И вбок А еще Один Стежок Я направлю Вниз Но не просто Так Я его Скручу Для того Чтобы Моя узкая Лента Стала Еще Более Узкой Вот так Скручу И Этот Скрученный Стежок Проколю Чтобы Зафиксировать Его Вот в этом Положении Вот так Получится Для того Чтобы Вышить Цветок Я использую Широкую Ленту Шириной 12 Миллиметров И еще раз Повторю Вам Что это Только Лишь Для Наглядности И Подготовлю Схему Для Цветка Чтобы Он Получился Красивый У Вероники Четыре Лепестка Три Из них Широкие А один Вниз Направленный Очень Очень Узкий И Вот Сейчас Я это И Изображу Первый Стежок Начну С Внешний С Внешнего Контура С Внешней Стороны Как Мы Уже Делали С вами Я Расправлю Аккуратно Стежок Чтобы Он Получился Округлым Такой Чашечкой Оставлю Небольшое Расстояние В центре То есть Вот Я Нарисовала Там Бараночку Маленькую Вот На Внешней Стороне Я И Завершу Стежок Мне Важно Чтобы Он Был Как Можно Шире Цветок Хоть И Небольшой Но Лепестки Широкие У Него Опять Выведу Ленточку Опять Расправлю Ее И Уведу На Внешнем Контуре Буду Следить За тем Чтобы Она Не Скручивалась То есть Провожу До Самого Конца Вот Так Чтобы Расправленная Лента Была И Опять Начну На Внешнем Контуре Опять Расправлю И Опять Уведу На Изнанку Как я И Сказала Четвертый Лепесток У этого Цветка Значительно Уже И Для Того Чтобы Его Вышить Я Буду Использовать Ленточку Шириной 4 Миллиметра И Как Я Это Сделаю Прямым Стежком Начну От Центра И Сделаю Прямой Стежок Не Буду Заострять Ленточку Вот Так Вот Примерно Так И Выглядит Цветок Вероники Дубравной Конечно У меня Стилизация Но Все равно Это Очень Интересный Цветочек Для Того Чтобы Вышивка Была Побогаче Сейчас Я Быстро Вышью Второй Цветок Вот Какая Красота Получается У Вероники Дубравной Очень Интересно Оформленная Серединка И Я Ее Тоже Буду Вышивать В Два Этапа Мне Очень Нравится Как Выглядит Этот Цветок А Еще Больше Нравится То Что У Нас С Вами Есть Все Приемы Для Того Чтобы Его Изобразить Что Как Я Буду Действовать Как Мы Будем Вышивать Что Мы Будем Делать Помните Я Оставляла Центр Незанятым Для Того Чтобы Легко Вывести Целую Пасму Мулине Точнее Здесь Не целая Пасма А 5 Ниточек Из 6 Я Вывожу В центре Раскладываю Вот так Нить Подхватываю Иголочкой И Не Подтягивая На Игле Увожу Обратно На Изнанку Вот этот Узелок Который У меня Получился И В результате У меня В серединке Возникает Вот такой Вот такая Окружность Что ли Из Белой Нити Теперь Мне Главное Примерно Ну Где-то Очень близко К исходной Точке Вывести Иголку Попасть Внутрь Этой Петельки И Закрепить Очень Короткими Стежками Закрепить Вот эту Окружность Белую Вот в таком Положении Чтобы Она Обрисовывала Середину Цветка Центр Цветка А почему Я особо Заострила Ваше Внимание На том Что у У меня Не полная Пасма А из Пяти Ниточек А куда Делась Шестая А шестая Мне пригодится Сейчас Вот Одна Нитка Мулине Для того Чтобы Тычинки Или пестики Были Более Изящными И Сейчас Я их Вышью Они Выходят Вот Из этого Центра Из Ограниченного Белой Петелькой Ну и Выглядят Как все Пестики На свете Для них Даже Специальный Стежок Придумали Который Так и Называется Стежок Пестик То же Самое Как французский Узелок Подхватываю Нитку На иглу Делаю Два Навива И Примерно В 5 Миллиметрах От Первой Точки Выхода Увожу Иголку Наизнанку В данном Случае Мне важно Не пришить Цветок Поэтому Я Сделаю Стежок Через Ленту Не буду Уводить Иглу На Изнаночную Сторону И вот Смотрите Что у меня Получится У меня Получится Такая Голова На тонкой Ножке И повторю Еще раз В другую Сторону Беру Нитку Подхватываю Ее Иголочкой Один раз Подхвачу Прокалываю Только Ленту Для того Чтобы не Пришить Лепесток И Вышиваю Еще Один Пестик Вот мы С вами И дошли До самого Долгого И трудоемкого Процесса Нам сейчас Нужно Будет Вышить Лист Вероники Почему Я Пугаю Вас Почему Я говорю Что это Долгий Трудоемкий Процесс Мало Того Что Вероника Дубравна Отличается Вот Такой Особой Треугольной Формой Листа Край Листик Зубчатый И вот Для того Чтобы Передать Эти Зубчики Мы Сейчас Будем Вышивать Особым Образом По Центру Листа Вывожу Ленту Аккуратно Раскладываю Ее Плоско До Краешка Листа И Делаю Ленточный Стежок Хорошо Его Заостряю Вот Прям Хорошо Заостряю Опять Возвращаюсь К центру К центральной Прожилке И Обратите Внимание Я Чуть Чуть Проколю Кромку Предыдущего Стежка Чтобы Их Сцепить Друг с Другом Чтобы Они Не Расходились И Повторю Действие Уложу Рядом Ленту Стежок И Опять же Проколю Сделаю Центральный Ленточный Стежок Опять Заострю Его Таким Образом У меня И получится Зубчатый Край Снова По Центру Снова Проколю Кромку Снова Разложу И Снова Ленточный Центральный Стежок Снова Заострю И Теперь Я буду Повторять Эти Действия Пока Не дойду До Вершины Листика Вот Здесь Я уже Не буду Отступать К основанию Этого Стежка В верхней Части Верхней Третьей Наверное Даже Проколю Его И Выполню Уже Вершину Листика Опять же Центральный Ленточный Стежок Для того Чтобы Листок Вышел Красивым Безупречным Сейчас Я ленту Обрежу Закреплю Чтобы поизнанке Не было Длинного Перехода И Начну Все То же Самое По Другой Стороне Листа Чтобы Листик Не Разваливался Чтобы Он Смотрелся Единым Целым Видите Я опять Чуть-чуть Проколола Стежок Провела Ленту Сквозь Самый Первый Стежок И Сейчас Все То же Самое Повторю На Внешней Линии Буду Выполнять Центральные Ленточные Стежки А Когда Буду Начинать Новый Стежок Я буду Прокалывать Предыдущий Здесь Главное Ленточку Хорошо Расправить Вот Что У меня Получилось Два Листика Напротив Друг Друг Резные С Резным Краем Очень Красиво И Обратите Внимание Что Листики У меня Не повисли В воздухе Они Не Оторвутся И Не Улетят Я Сделала Короткие Череночки Из Того же Самого Материала Которым Вышивала Стебель Вот Эти Следующим Коротким Этапом Промежуточным У меня Будет Удаление Маркера Которым Я рисовала Схему Смочу Вышивку И это Тем более На руку Потому что Следующим Очень важным Этапом У меня Будет Приутюживание Я Сейчас Расплющу Листики Что Самое Главное В лентах Самое Главное В лентах Это Объем И Если Я Подвергну Утюжки Цветочки Их Объем Никогда Уже Не Восстановится Но У листьев В данном Случае Мне важно Подчеркнуть То Что Они Резные А вот Сейчас Когда Ленточка Изгибается Когда Этот Объем Лишний Я Уберу Вот Что Вышло Резной Край Остался Очень Интересный Но Сами Листики Уже Больше Похожи На Единые Они Состоящие Из Нескольких Отдельных Элементов Но Это Еще Не Все Я Говорила Что Будет Три Этапа Сейчас Я Опять Верну Ткань В Пяльцы Для Того Чтобы Подчеркнуть Красоту Вот Этих Листиков Для Того Чтобы Сделать Их Еще Более Фактурными Я Сейчас Изображу Прожилки И Центральную И боковые На Этих Листочках И Сделаю Я Это При Помощи Обычной Нитки Точнее Не Не Важно Чтобы Нитка Была В Тон Вот У Меня Все Таки Отличается Я Сделала Это Специально Для Того Чтобы Прожилки Были Заметными Их Можно Выполнять Одним Стежком Длинным Их Можно Сделать Стежком Назад Иголку Такой Непрерывной Строчкой Не Важно Но Главное Чтобы Они Фиксировали В Выбранном Положении Вот В таком Застывшем Ленточные И Отчасти Вот Эти Вот Стежки Прожилок Ниточные Стежки Будут Маскировать То Где Начинаются И кончаются Ленточные Стежки Центральную Прожилку Я Сейчас Наметила Одним Длинным Стежком Только Наметила Нужно Будет Или Закрепить Короткими Стежочками Вот Этот Один Длинный Или Проложить Рядом Шов Назад Иголку Рядом Или Практически Вот По этому Первому Стежку Одному Длинному Или Использовать Стебельчатый Шов Давайте Стебельчатый Я его Очень люблю Вот так Возвращаюсь Немного Назад Таким Образом Центральная Прожилка Будет Еще Более Ярко Выраженная И То же Самое Я сделаю На втором Листочке Но И это Еще Не Все Я Хочу Использовать То Что У меня Влажный Фон И Влажные Ленточки Как Я И Говорила Отличительной Особенностью Вероники Дубравной Является Неравномерность Окрашенности Цветка Я опять Возьму Свои Любимые Акварельные Карандаши Вот Темно-синий И Краешки Ленточки Затонирую При высыхании Цвет Поблекнет Ну вот Теперь Можно считать Цветок Готовым Вышитым Мы Обязательно С вами Продолжим Эту Интереснейшую Тему Растения С женскими Именами Только Придется Прерваться На Отпуск А на сегодня Все До свидания Благодарим Сеть магазинов Леди Шарм За предоставленную Ведущей Одежду Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова